Музыка Главные биологические очистные сооружения Чувашии. Именно здесь канализационные стоки, проходя через механическую и биологическую очистку, а затем дезинфекцию, превращаются в чистые речные потоки. Сырой осадок – это те самые отходы, которые образовались после многоуровневой очистки бытовых и промышленных сточных вод. 2 миллиона тонн осадка – 70 гектаров земли. Шлама накопители почти полностью заполнили всего за 50 лет существования предприятия. Проблема по осадкам на у всех, и в больших городах, и в маленьких городах. Осадок, на самом деле, это даже мировая проблема. То есть во всем мире большие силы, все предприятия тратят именно на утилизацию осадка. Действительно, это характерно для всех городов, для всех водоканалов, для всех очистных сооружений. Наличие этого осадка, которое, в конце концов, нужно употреблять. То есть наше предложение именно как раз и употреблять его, превращать его в что-то мешающее, в что-то полезное. Вот это наша задача. Естественно, что объемы прибавляются, но объемы накопителей увеличить мы не можем. Эта внедренная технология решила нашу эту проблему. В процессе обработки мы уменьшаем объем осадков до 100 раз. После очистки сточных вод осадок с отстойников попадает на механическое обезвоживание. Но этого недостаточно. На выходе влажность составляет 75-77%. Для уменьшения не только влажности, но и объема, необходима дополнительная переработка. Запатентованная технология ВОМ заключается в работе в замкнутом цикле с очень ограниченными и очень четко контролируемыми выбросами в атмосферу. При этом осуществляется все в одном технологическом процессе. То есть нет необходимости обратного смешивания высушенного осадка с обезвоженным осадком. Пройдя всего три этапа технологической линии, влажность осадка уменьшается с 75% до нуля. Сушилка – первый этап. Эти установки работают по специальной турботехнологии. Внутри цилиндров осадок разбрызгивается на стенки, которые подогреваются диатермическим маслом. Температура нашего теплоносителя в рубашке диатермического масла – это порядка 240 до 290 градусов Цельсия. Сушенный осадок потом приступает в гранулятор. Полученный после сушки осадок в виде порошка прессуется в гранулы. Их теплотворное свойство сопоставимо с бурым углем. Они отлично горят. Еще один отличающий момент – это КПД наших котлов-утилизаторов, которые доводятся как минимум до 85%. Температура внутри диабетической камеры или камера сгорания иногда доходит до 1000 градусов. То есть мы не используем других источников энергии для данной стадии обработки осадка. Непосредственно цикл идет в циркуляции. И используем тепло от сжигания с гранулированного осадка уже в самом процессе сушки термической. В качестве теплоносителя используется наше термическое масло, которое нагревается за счет паров. Вот именно что горение, это с гранулированной осадкой и тем самым замкнутая технология. При сгорании гранул выделяется большое количество тепла. Не все тепло идет на поддержание технического процесса. Создаются излишки тепла, которые мы планируем снимать путем установки теплосъемников. В дальнейшем это тепло будет использоваться для отопления нашего предприятия в зимний период. Мы можем восстанавливать 60% тепла, которое мы используем для сушки. Мы можем восстанавливать в виде горячей воды, которая в свою очередь может быть использована для отопления бытовых и промышленных объектов. Выхлопные газы, образующиеся при сжигании, выпускаются в атмосферу после тщательной переработки. При этом практически никакого неприятного запаха. Процесс сжигания, качество очистки в режиме реального времени можно проконтролировать. Весь технологический процесс полностью автоматизирован. Управлять процессом, возможно, даже дистанционно, из дома. Преимущество в управлении нашими комплексами в том, что они полностью автоматизированы. Поэтому один оператор может спокойно контролировать и управлять этим комплексом без проблем из одной точки с одного компьютера. Программное обеспечение называется синоптик. В основном это графическое изображение всего комплекса, и оператор может даже интуитивно понять, что происходит на установке. Конечный продукт – это зола. Она относится к четвертому классу опасностей, а следовательно, значительные суммы платежей за воздействие на окружающую среду будут сведены почти к нулю. Компания ВОМ не просто предлагает уникальную технологию по термоутилизации осадка, но и превращение отходов в полезное сырье. Появляется возможность обрабатывать захороненные ранее осадки, а также использовать золу в строительной сфере. Когда уже рассказываешь другим людям, которые никогда такого не видели, то здесь уже берет гордость, потому что здесь у тебя на своем родном предприятии работает такой цех. Существует такой цех, такая технология, которая нигде до этого не была внедрена. Более 700 сушилок в компании ВОМ уже работают во всем мире. В России итальянская технология представлена в Сочи и Екатеринбурге, а Новочебоксарск стал первым российским городом, где был установлен и успешно запущен полный цикл термоутилизации. Миссия ВОМ — это помочь нынешнему поколению создавать наилучшие условия для будущего поколения, именно сохраняя природу для того, чтобы они тоже могли наслаждаться жизнью, как мы сегодня с вами. Компания ВОМ не просто поставляет высокотехнологичное оборудование, а решает многолетние проблемы своих партнеров.